Доброе утро. Доброе. Доброе. Доброе утро. Сбежала наша единственная женщина, но оно и невидимое. Итак, к вопросу. Как спалось? Отлично. А как ваши дела? Деванагорские вопросов по написанию, по отношению нет? Есть несколько церебральных по отношению, не совсем понятно. Тогда, значит, начинает Николай и четвертое упражнение читает слух. Юра, что я читаю? Слух. Четвертое упражнение. Первое, которое есть для чтения. Четвертое упражнение где? В первом занятии. Четвертое упражнение. Четвертое упражнение. В первом... Странице 20. У вас файл... Файловая книга Кочергиной имеется? Да, да, есть. Вот. Что вас смущает? Так. Первое, это мы писали, значит, знаки Деванагори. Второе, это вы писали слова. Третье, продолжаем писать слова. А четвертое, первое, где, собственно, нужно читать. Ага, понял. Николай. Нет, сейчас, наверное, пока я покручу. Я покручу, что я не могу. Хорошо. А Алексей? Да. Давайте мы тогда... Читаем. Ка-ча-на-гаджа-джа-джа-на-ка-ча-га-на-гха-на-гха-на-гха-на-гха. На-означать? Ага. Яма. Яма? Ну, в этих словах к уроку ямы не было. Яма была? Яма была? Яма? Нет, яма была. Яма была. Яма была. Второе. Перевод неправильный. Перевод неправильный, да? Для начала чтение неправильное, а потом уже, соответственно, и перевод. Чтение какого слова неправильного? Последнего. Г-хана? Да. Г-хана. Все правильно. Не Дэ-хана, а Г-хана. Ну, значит, Лже, Леонид, у вас какие варианты? То же самое? По-моему, там Дэ-хана, и тогда это богатство и деньги. Ну, да. Дэ-хана, да. Вообще все. Похожи они. А второй был? Конечно, похожи. А второй был чай или паста? Ча. А там я понял, в чем секрет чтения. Вот именно про печатных символов просто открывается 17-я страница и смотрится, что имелось в виду. Если есть какие-то сомнения, там же подписаны все символы, и как они в печатном виде выглядят. Потому что у меня тоже сначала думают, что это такое. Случай из ПА или случай из ДХА? Случай из ДХА, например. Ага. Написание немножко отличается от того, что мы писали, и это выглядит отличательно. Можно вопрос еще? Да. После К идет что? Алексей? В самом начале. Ча. После К. А по моему Ча? Без вариантов Ча. У меня Ча. Без вариантов, Николай. Я знаю, это символ ТА. Потому что Ча по-другому пишется. Ча – это третий символ. Хорошо, на доске напишите тогда. Может быть, учебники разные? Даже в разных учебниках все равно это место нет. Упражнение не то. Четвертое упражнение. В пятом, второе ТА. Да, да, да. Николай, смотрим выше. Смотрим выше. Вы смотрите в следующее упражнение. Мартус, вы мне сказали четвертое. Я на него ориентировался. Ясно. Оно отличается. Иногда бывает четвертое. В некоторых книгах оно отличается. Итак, я сказал, первое упражнение, которое можно зачитать. Хорошо. Понятно. Мы друг друга теперь уже поняли. Итак, Алексей продолжает. Значит, Дхана. Уже было. Накха. Кхана. Дама. Чанака. Гада. Тха. Катхака. Натхака. Натхака. Прямо-таки Тха? Тха. Прямо-таки Тха. Прямо-таке Тха. Нет. Ча. Ошибка. Натхака. Потому что это слово как? Переводится? Катанец. Нет. Танцовщик. Актер. Да. Следовательно, если у вас... К вас каждому слову должен быть перевод. В этом задании перевод не спрашивают. Но если... Если чтение меня смущает, то я спрашиваю перевод. Да. Значит, сейчас правильно. Дальше. Ган... Гана... На. Ча-така. Только язык я не понял, на сколько завернут. В какой букве? В последнем слое, во втором... во втором слоге. Ча-така. Обычная Т. Така. Обычная Т? Ну, как русская. А. Тут, наверное, нюанс. Это первое слово в списке исправлений Деванагаря. А. Вот видите. Лже... 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 Леонид... Подсказывает по правду. Итак. Открываем список опечаток. Сейчас я накрыл его. Если... У... 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 Лже... Леонида нет его под рукой. Под рукой, к сожалению. Сейчас это на... На отзор. А. Ну да. Ча-така. Название птицы. Я к чему просто. Вы когда читаете, вы же... Что у вас по смыслу получалось? У вас по смыслу ничего не должно было получиться. Следовательно, это вас должно было насторожить. Здесь просто чтение. Читаешь и читаешь. А. Ну, хорошо. Но если... А как проверить? Правильно ли я читал? То есть такие рандомные слоги, да? Нет. Если было бы написано перевод, мы бы переводили и нашли бы неправильно. А. Что там проблема? Это же Ча-така воробей. А. Дело в том, что просто в издании Алексея там опечатка, собственно, которую надо было ему заранее исправить. Но сейчас, я надеюсь, он уже понял, что опечатки будут встречаться сплошь и рядом. Следовательно, вот я кидаю ссылку на опечатки. Имейте ввиду. Мой вам совет. Совет. Начинайте уже к ним присматриваться. Что касается ближайших уроков, там будет еще несколько. А. Алексей, увидите ссылку? У меня есть, да. Хорошо. Чтение хорошее, быстрое, уверенное. Но вот кроме того, что мой вам совет, даже когда просто прочтите, все равно надо понимать, что мы читаем, иначе здесь не совсем рандомные слоги, здесь все-таки слова заложены. А. Итак, Лже Леонид. Давайте вы. Угу. Угу. Га-ган. Га-на . Тхана . Накха. Хана . Дома . Джанака. Га-тха . Секундочку. Что смутило? Га-да-тха-ка-тха-ка-на-та-ка-га-на-на-и-ча-тха-ка. Только не тха-ка-ка-а-ка-ка-а-та-ка-кя-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Хорошо. Мне нравится. Николай? Я не могу просказать, у меня нет уверенного знания первого урока. Оно не появится, если мы сейчас пропустим? Давайте. Главное, вслух и уверенно, пусть даже ошибочно. Главное, начинайте. Иначе ваше совсем молчание, я не знаю даже, как воспринимать. Нет, первое слово какое? Николай, первая строка, первое слово. Нет, нет, стоп, первая строка? Николай, я не совсем понимаю, что вы не понимаете. Смотрите, сейчас было четвертое упражнение. Да. Я хочу услышать начало четвертое упражнение. Па. Да. Па. То есть вы наставите на то, что второй слог это па. Опять можешь проблемы с нумерацией? Нет, здесь уже не должно это влиять. Уже разобрались. Ка-та. Николай, вы уверены, что мы смотрим в одно и то же упражнение? Так, я просто не знаю, что делать, как помочь. Я тоже не знаю, потому что я смотрю первое упражнение. Николай, у вас на руках печатный учебник пятнадцатого года Кочергиной, так? Нет, у меня старый Кочергиной. Хорошо, у меня тоже старый, значит, у вас двадцатая страница, четвертое упражнение, это посередине. Ка-ча-на. Первая строка. Это третий. Что? Мы же прочитали его уже, ты не понимаешь. Нет, мы прочитали, но вы не прочитали. Мы его заново читаем, я думал, что мы уже четвертое И мы его читаем до тех пор, пока оно не будет легко идти. Я понял. Я понял, хорошо. Тогда будет Ка-ча-на. Ка-ча-на. Га-джа. Джа-на. Та-на. Ка-та. Джа-на. Вторая строка. Дама, дчанака, гадан. Язык загорачивайте, иначе у вас второе на ничем не отличается от третьего на. Я не услышал разницы между ТА и ТА. Я не очень понимаю, как церебрально говорить. Хорошо. Итак, смотрим. Ладонь, мой язык. Язык заворачивается. Да-да, я это понял. На-та-та-та-та-та-та-та. Я очень понимаю, когда выходит воздух, как себя ведет язык. Он опускается чуть ниже. ТА-та-та-та. Да. ТА-та-та-та. Да. Но он приспускается, а потом снова приподнимается. Он не опускается. Нет, нет, я имел в виду, возвращается вверх, смысл. А, ну да. Сворачивается. Ну как? Он... Дан-да. 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 Вот, да, кстати, в слове «дан-да» как раз. Дан-да. Получается, мы «дэ» первое тоже хотим уже зацеребризировать, и это еще рано. Дан-да. 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 Хорошо, Алексей, давайте следующую задачу. С переводом. Разумеется. Согласно инструкции. Ка-кто-который-та-то-т-ча-ча-ча. Не вижу. И. И. Не подсказываем, ждем. На. Не. Это перевод «не». Га. Я не выдался. Идущий. Да. Дающий. Гадя. Слон. Слова. Джана. Слова. 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 Здесь, наверное, опечатка, да? Джана. Опечатка, вы считаете? Ну, а какая Джана? Здесь, в переводе, N с точкой внизу. В чердиной. Прошу на доске показать, какая там Н. Лже, Леонид, подтверждаете точкообразность Н? Нет, это Гана. Это Джана. Джана человек, всё правильно. Я тоже так считаю. Джанана. Создание творения. Джанака. Рассказчик... Га... Джанака... Рассказчик? Джанака... Рассказчик? Создатель творец. Создатель творец. Джана на создание творения. Мне достаточно буквально первого слова из перевода, но когда вы называете совсем другое, то я, конечно, спущаюсь. Туда посмотрел. Гана... Множество. Гана... На... Счёт. Всё же, Алексей, недостаточно заворачивайте язык. Га-на-на. 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 Га-на-ка. Математик. Ка-тха-на. Рассказывание. Ка-ка... Ка-та-ка. Ка-та-ка? Ка-та-ка. 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 Нет, с завёрнутым языком. Ну хорошо, с завёрнутым языком, но где такое слово? Ну нет такого слова. Есть наша отпечатка очередная. Есть Ка-тха-ка. Нет, это А-та-ка. А у тебя не Н там первое? Не НА. А Н, да. Вариантов было много? Н подходит. На-та-ка. Танцовщик. Па-да. Главное, независимо от того, как он прочитал, перевод подходит. То есть Па-да. Шаг. Нога. Только вот так. Там именно... Ну да. Ага. Да. И Патха. Патха. Путь. И последнее. Ка-та-ма. Ка-та-ма. Угу. Ну вижу. Вот. А, который. Угу. Не обязательно читать каждый слог по отдельности. Ка-та-ма. Ну я просто не сразу весь всё слово увидел. Понятно, понятно. Ка-та-ма. Хорошо. Мне нравится. Лже-Леонид. Кстати, такой вопрос. Да? Тут же нам впервые явились знаки припинания. То есть тут как бы намекаются на то, что тут целые предложения. Нет. Нет? Просто издеваются от нами. А-а-а. Но тут в некоторых случаях это даже логично. То есть они объединены. Нет. Но в некоторых случаях да. В смысле разделяется ГА-на, 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 ГА-на-ка. Да. Множество счёт математик. То есть как бы они логичны в одном ходе. Да. А в остальном просто издеваются. Так. Ну я поехал. Только давайте с конца тогда. А, в обратную сторону. Угу, в обратную сторону. Ка-па-ма. Па прям таки. А. Ка-та-ма. Как же вы из Т, вы получаете па. Это вы её в голове сразу переворачиваете сверх ногами что-ли? Да. Да, 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 да. Это первый такой случай, когда есть желание переворачивать та. Да, да, да. Вот у меня есть. Так. Это у нас который? Угу. Па-тха. У-ть. Па-да. Ага. Кстати, очень интересно. Один из буддийских текстов. Тхамопада. Угу. 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 Да, дойдём до Пады. И я боюсь, что там другое слово лже-ле-ле-не-не. А, ну вот. Хотел выпендриться. Ха-ха-ха. Так. Матака. Это у нас актер. Катхана. Рассказывание. Так. Катхана. 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 Потерялся. А, вот. Нашелся. Я рассказывание прочитал. Ага. Га. Га-на. Га-на-ка. Это математик. Га-на-на. Счет. Га-на. Множество. Га-на-ка. В современном языке означает и компьютер. Математик или компьютер. Га-на-ка. Есть современный санскрит, и в нем оно означает уже и компьютер. Га-на-ка. Вопрос относится к чему, Николай? Сейчас про компьютеры. Га-на-ка. 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 Му-гу. Га-на-ка. 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 Творение. Просто когда Лже... Леонид, вы произносите, у вас получается как будто бы вторая А долгая, а третья краткая. Не Джанана, а Джанана. 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 Творение. Джана. Человек. Гаджа. Слон. Да. Дающий. Гадущий. На. Не. Ча. И. Та. Тот. И. Ка. Кто. Ка. И. А. Ка. Только слегка. КТО, ЧА, ТОТ, ЧА, И, НА, НЕ, ГА, ИДУЩИЙ, ДА, ДАЮЩИЙ, ГА, ДЖА, ФОН, ЧАНА, ЧЕЛОВЕК, ЧАНАНА, СОЗДАНИЕ ТВОРЕНИЯ, ЧАНА, СОЗДАТЕЛЬ, ГАНА, МНОЖЕСТВА, ГАНАНА, КАНА, Это СЧЁЗА, ГАНАКА, МНОЖЕСТВА У 재� banks, КАТХАНА, НЕТ, НЕТ, НАТХАКА, Натака, это танцор, падать стопа, пад хапут, и катама, это катую из ноги сюда, все. Хорошо, вполне приемлемо. Итак, кроме группы с паршем, которую мы рисуем в квадрате, есть еще две группы согласных. Вторая группа согласных, это четыре звука, которые близки по своим свойствам на самом деле к гласным, поэтому их называют сонантами. Потому что они близки, они промежуточные между согласными и гласными, на самом деле, если так глубже смотреть. Называются они в индийской терминологии антахштха. Антахштха. Учебники кочерного, видите, как написано? Антахштха. Антарк, это между, штха, это стоящий. Ну, собственно, и буквальный перевод совпадает, стоящий и между. Это я, ра, ла, ва. То есть, видите, они встраиваются в наш квадрат. Их можно пристроить к квадрату, и они будут выстраиваться в те же ряды. Палатальный, церебральный, зубной, крупной. Видите? Алексей, понятно? Да. То есть, это не хвостик еще, это вполне незаконная часть. Итак, открываем мои прописи. Восьмая страница моих прописей, если у кого не открыта. Восьмая страница, внизу. Видите? Прошу подтвердить. Восьмая страница прописей. Занятие 2, да, написано? Да. Все ли видят? Да, видят. Да, я вижу. Хорошо. Итак, я. Я, это... Смотрим, значит, на доске. Кузо. Кузо может быть резким, может быть более закругленным. Я обычно его закругляю. Упирается в позу стержень. И так должно получиться три раза. А вот это пузо, оно примерно то же самое стоит, что и тха, да? Но только там без этого, да? Да, оно похоже на тха, только без знака градуса в левом верхнем углу. Да, да, да. Ну я просто вот по самому вот эту вот, да, вот. По форме, да. И на па еще похоже только тут. Только здесь, только в па квадратность, а здесь... Да, загиб. Загиб, да. Рам. Это сначала, получается, упирается такое плечо влево. Сверху меньше, снизу больше. Петли тут, получается, нету. Просто заостренный угол. Кончик уходит прямо в угол клетки или не доходит? Мне послышалось, Николай, что вы сказали «конь сухой». Что вы сказали? Нет, нет. А вот этот кончик в конце, он уходит в угол клетки или не доходит? Ну, а у меня в прописях как? А, пардон. Заходит, можно сказать, в край клетки, если уж хотите. Остается миллиметр до края клетки. Вы поймите, я на доске могу показать лишь последовательность, но пропорции в клетке легче смотреть по прописям. Да-да, я посмотрю. Следующее, значит, я, ра, ла. Как ла произносить, правильно? Она мягкая получается, ла. Как, например, в слове, ну, кальпа, калпа, 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 лу. Она достаточно мягкая. Калпа. Калпа. Достаточно мягкая. Спишем стержень. И к нему прорисовываем, получается, одним махом, одним махом прорисовываем. Такую, что ли, троечку лежачую. У этого знака есть другая разновидность, в частности, в печатных шрифтах, когда сначала рисуется эта дуга, а к середине правой дуги прорисовывается стержень. Видно ли? Это в каком пути? Это в случае, когда шрифт у нас такой. Это бывает достаточно часто. На самом деле, вот разновидность с L, у которой стержень отходит от середины второй дуги, это вариант, который используется в современных шрифтах, в современных языках, в частности, в языке Марадхи, в той разновидности Деванагари, которая используется вокруг Бомбея, в языке Марадхи. Вот там используется L, у которой стержень выходит из правой дуги, а не справа. Как следовало бы ожидать честным сэнсплитолом. Понятно? Да. Нам оба варианта тоже тренировать. Да. Да, чтобы просто вы не смущались, когда увидите L с дугой и стержнями из дуги. Это все тоже законно, просто это две разновидности. Северная и южная школы написания. ВА! А Марадхи это южная? Что? Марадхи это южная или северная? Марадхи это южная, средняя, то есть южная для нас. По сравнению с Гималаями, для нас это уже юг. Это начало юга на самом деле. ВА! ВА это такая же петля, как Ивка. Ну, собственно, на этом и заканчивается. Это как половинка от КХ, да? Только не КХ, а КА скорее. Ну да, и КХ тоже. Некоторые эллипсисы. Это была, значит, вторая группа согласных. Антахштха. Алексей. Я-ра-ла-ва. Я-ра-ла-ва. Лже-Леонид. Я-ра-ла-ва. Николай. Я-ра-ла-ва. ВА-ВА. Хорошо. ВА-ВА. Третья и последняя группа согласных. В Орегведе такое божество уша встречали? Ну, такие знатоки Орегведа собрали. Ну, я-ра-ра-ра-ра. Богиня утренней зари. Как называется? Уша. А тут у нас ушман. Жар. То есть, уши это у нас богиня, а ушман это, собственно, жар. То есть, во рту у нас образовался жар. При произношении этих звуков. Латинский термин фрикативный весьма непрост для понимания. Но, тем не менее, в учебнике Кнауэра я составил глоссарий пояснений этих терминов. И вы можете изучить, что же оно означает и как его понимать. Итак, тут опять же все то же самое. Палатальный, церебральный, зубной, картанный. То есть, эти звуки, опять же, встраиваются. Их можно... Они, конечно, не встраиваются в квадрат. Они подстраиваются под квадрат. Итак, значит, в санскрите есть, значит, получается то, что в английском языке передать невозможно путем латиницы, традиционной латиницы без декритики. Есть двух видов ща. Есть ща мягкое и ша, значит, обычное. Итак, первая, первая, значит, это буква С, и к ней пририсовали, значит, хвост. Хвост можно писать двояко под буквой С, или чаще, как в французском языке, как продолжение этой буквы Щ. Видите ли, как пишу? Гробовое молчание. Это имеется в виду, как записывать транслитерацию, да? Да, да, да. Это сама транслитерация, но вам же тоже ее нужно записать. Да, да, да. В данном случае это не совсем очевидно. Тяжелую... Смотрите, помимо самого знака Деванагари, вы каждой графеме приписываете ее транслитерацию, так? Ну, вот, например, перед тем, как написали Я в Деванагари, вы написали его в латинице, так? Да. Так вот, в данном случае, чтобы написать Ща, вам нужно понять, как же пишется этот знак в транслитерации сначала. Тут сложность не только в Деванагари, но и в самой транслитерации, ибо такого звука и похожего ни в одном из тех языков, которые вы знаете, нет. А в русском, вот, это не наше православное такое Ща? Наше православное, в том-то дело, что русский язык единственный, и, соответственно, кириллица единственная система, которая может точно передать разницу между этими двумя товарищами. А английский язык, через который чаще всего санскрит, собственно, передается, не может. Следовательно, они упрощают, и из английского какого-нибудь там перевода, транслитерации невозможно понять, какой там должен был бы быть. То есть, восстановить обратно, сконвертировать обратно не получается. Понятно? Да. Как пишется сам знак транслитерации? Понятно? А еще S с точкой наверху есть. А это то же самое, что и S с точкой под, только в старой транслитерации. Еще бывает и S с точкой наверху и с гатчиком, то есть с... С птичкой, с птичкой наверху, да, да. Можно вопрос, я тебя не понимаю. Мы сейчас сделали транслитерацию для S, да? Да. Для S, для S которого... Первым, программ на первом. На платальном, да? Хорошо. Итак, это S, мягкое. То есть, можете... Смотрите, в остальных случаях мы записываем только транслитерацию, но не пишем транскрипцию. А в данном случае, чтобы вам не путаться, в квадратных скобках можем себе записать... Ща. Почему в квадратных скобках лже, Леонид? Ну, потому что это транскрипция. Да, и транскрипцию обычно пишем внутри квадратных скобок. А, транс... А какова разница? Разница. Транскрипция – это точное звучание. Прямо-таки в английском языке, например, есть написание, а есть произношение. Между собой не имеет ничего общего. Поэтому каждое слово в английском словаре имеет и транслитерацию, точнее, написание, и транскрипцию. Транскрипция – это точное звучание, согласно международному, значит, фонетическому алфавиту. А Ща входит в международный фонетический? Нет, это наше прочтение его. Его тоже можно было бы записать международным фонетическим алфавитом, но вряд ли оно того стоит. Согласен. То есть в Деванагаре что слышится, то и пишется. Да, но в данном случае вы должны понять, что же вы слышите. Понятно? То есть не совсем корректно писать транслитерацию в квадратных скобках. Транслитерацию в квадратных писать не то, что не совсем, а вообще некорректно. А, потому что квадратные скобки отведены для транскрипции. Я понял. А, то есть там нет никаких там значков дополнительных? Нет. Транслитерация. Транслитерация это некоторое упрощение. Но упрощение достаточное и простительное для Деванагари, ибо оно, в отличие от английского, соответствует тому, что заявлено. А почему мы не можем использовать для транслитерации просто С с точкой наверху? Ну или там вот... Зачем нам его использовать с точкой наверху, если у нас есть буква С с хвостиком пота. На самом деле, эта же буква имеет второе начертание. Это в старых французских и современных русских книгах она пишется как французская С сидиль. А в современных английских книгах она пишется вот так. С с знаком ударения над. Понятно? Лже-леонид. Два начертания имеет эта буква в транслитерации. Означает одно и то же. В русских текстах встречается устаревшее французское написание, в частности, в переводе Ригведы. А в современных английских изданиях будет именно современная С с знаком ударения над. Понятно? Молчат. Но пока не подтвердите, что понятно. Дальше не пойду. Ну, если честно говоря, нет. Но я думаю, что непонятно. Хорошо, Николай. Что непонятно? Наша последняя транслитерация где без всяких точек, галактика просто такая вот видоизмененная С. Это... Это все тот же звук, все тот же знак. Последний актуальный вариант, да? Последний актуальный вариант, как это там писать в транс-операции. То есть мы не пишем с галочкой по-французски, да? Смотрите, этот звук можно записать как С-сидель. 150 лет тому назад писали как С с птичкой сверху. Писали С с птичкой сверху, точкой сверху. А сейчас мода такая, что пишут С и знак ударения. Что непонятно, Николай? Понятно то, что мы записали транслитерацию до этого, без всяких галочек. Поэтому не спрашивают. Галочек. А галочка, где должна быть галочка? Челковская, которая у вас сверху, в последнем символе. В последние буквы у меня знак ударения, над С. Это альтернативное написание того же звука в транслитерации. Что вас смущает? Меня смущает, что вы сначала написали С без знака ударения, а теперь говорили, что С с ударением. Нет, я сразу писал с ударением. Я не писал без ударения С. Никогда еще. Нет, там было без ударения у вас на предыдущем рисунке. Я поэтому спрашиваю. Это было С, такое, измененное. С без ударения я не писал еще. А что тогда было до этого? Сейчас. То есть вы до этого что-то типа вот этого написали? Это что было? Ну, а вы сейчас на доске видно? Да, я не писал. Вы до этого написали вот... Ага, это было типа С с хвостиком. А почему тогда было С с хвостиком? Что-что? Почему тогда было С с хвостиком? Потому что я это понял, как раз и раз, тут ща. Правильно. Николай, есть две традиции. Немецкая и английская. Любой знак можно записать двумя разными способами. Это понятно, нет? Разные народы используют разные буквы латиницы для передачи одного того же санскритского звука. Это понятно? Французы придумали С с хвостиком внизу. Немцы переняли и долгое время этим пользовались. Пришли англичане и сказали, ну у вас в баню будет С с знакомым ударением. Что непонятно? Ну вот, все стало понятно, да? Хорошо. Он Сидиль называется? С Сидиль, да. Первое написание. А что это означает? О-о-о. Лжи, Леонид. Мы так далеко договоримся. Понятно. Прежде всего принимаем как данности. Да. И так. Написание. Знак градуса. Точнее петля. Пошли вниз. Ну и собственно стержень. Никакой сверхнауки. Красный петля. Б Pasок. Рэб. Крем. Пèle. Рэб. есть второй звук церебральный с с точкой под это уже ш то же самое что и па только с перечеркнутой по диагнале линии то есть в диагнале она входит прямо на точки пересечения? да ну и третий обычный деревенский то есть са са зубная это такое же плечо слева как мы уже проходили от него вправо уходит черточка которая упирается в стержень так 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 Это вот чёточки примерно как вра, да? Ну, не настолько наклон, здесь плечо более прямое. Да, я помню, да, то есть у меня никакой кинетки. ХА! Это вы над нами смеетесь. Ха-ха-ха! Итак, имеет два похожих начертания. Первое. Подвешиваем чёрточку сверху по середине. И рисуем троечку. Нижняя черта троечки. Заходится она в край клетки. Да, а сама часть нижняя, она почти во всю ширину клетки? Ну, не во всю, две трети. Скорее, три четверти. Ну, можно и так. Небольшая, длинная. Ну, то есть нижняя часть троечки не касается, да? Она касается низа клетки, получается. Или почти касается. Или почти касается. Почти. 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 Рисуем из двух частей. Сверху некоторое плечо. И к нему прорисовываем нижнюю часть. Это нижняя палочка вертикальная за клетку вниз выходит. Да, немного, но выходит. Я, к сожалению, в вашем написании не второго варианта, не совсем понятно. В моем написании как раз и есть второй вариант, только он есть на шестой странице внизу. А, вот, то есть там, кстати, сверху выходит не из центра? Да, во втором варианте не из центра. Да-да-да, я... Нет, нет, я... Ну, в принципе, они похожи. Да, просто разные принципы построения. Первое можно написать не тревая руки, а второе из двух частей. Это закончилась третья группа, группа ушман. Итак, у нас три группы согласных. Спарша, Антахштха, ушман. Три группы согласных. Больше нет, все. Это все согласные. Конец. Это все согласные. Но радости нет конца. Помимо базовых согласных есть вспомогательные. И ослабленные согласные. Итак, первое. Висарга. 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 Это графическое обозначение звука Х, которое возникло из С, гораздо реже, из Р, в конце слова. В конце слова. Итак. Было, например, слово ДЕВА. Означает что? Богиня. Бог. Для богини тут маловато. А вот для Бога вполне достаточно. Итак. Но это только основа этого слова. Основа. Основа. Основу. Разница между основой и именительным падежом. Понимаете? Да. Значит, должна быть какая-то нулевая, хотя бы нулевая, нулевое окончание. Ну или не нулевое, а вполне полноценное. В санскрите чаще всего в именительном падеже единственного числа таковым окончанием является С. То есть, чтобы от основы ДЕВА образовать полноценное слово в именительном падеже, мы получаем не ДЕВА, а ДЕВАС. ДЕВАС. Но в ДЕВАНАГАРИ, значит, придумали хитрость. А хитрость эта восходит к тому, что само произношение пошло на хитрость. То есть, ни один индус, отдельно стоящее слово ДЕВА никогда не произнесет как ДЕВАС. Он его произнесет как ДЕВАХ. Х, 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 х. С придыханием. Не полноценное х, а такое полуполноценное х. ДЕВАХ. ДЕВАХ. Почему это? Да потому что в потоке речи им легче так разграничивать слова, чтобы… Это отражает произношение. Эти эс, а реже эр, они сливаются в этот звук, а сливаются они чаще всего в конце слова или в конце предложения. А в конец предложения, например, самая популярная форма передачи информации в санскрите – это двухстишие. Следовательно, в конце первого стиха, в первой строке и в конце второй строки, вот, собственно, эти висорги и встречаются. Крайне редко внутри слова, чаще всего в конце строки. Поэтому даже в таблице склонения индус ДЕВАС не прочитает, хотя там будет написано именно ДЕВАС – эс. Но это эс, оно непроизносимое, потому что оно сразу преобразовывается в висоргу. Висоргу, которое на ДЕВАНАГРе передается, как два еточия. Можно два кружка, которые, значит, пустые, ну, а чаще всего упрощается просто до двух точек. И получается, например, значит, Алексей, я что написал сейчас? Вах, вах! Вах, да, вах. Да, то есть там как... Вах, вах, вах. Вах, вах, вах. Лжи Леонид... Я... А может проще Леонид? Или нравится? Нравится Лжи Леонид? Дело в том, что вы же не совсем Леонид, поэтому надо придерживаться исторической правды. Что я написал? Мах. Мах, да. В Индии часто, в учебнике это не задокументировано, после висарги повторяют предшествующие гласные в ослабленном виде. А, то есть... Суаха. 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 Вот так. Да, да, да. В Гаятри Мантри тоже. Суаха там есть. Предшествующие перед висаргой гласные в ослабленном виде, то есть неполноценно, короче, чем положено, могут повторить. То есть А и У может быть повторено после висарги. Понятно? Это такая индийская традиция, она, опять же, не задокументирована в грамматике. Но вы в мантрах будете слышать чаще всего именно... Да, 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 да. Вот меня всё время... Вот меня всё время... Да. Есть там гласные, нет там гласные. Вот. То есть если в транслитерации это записывать, то это будет надстрочная А. Например, в слове ДЕВАХА, это получится ДЕВАХ, значит, у нас с точкой ПОТ, в транслитерации висарга это Х с точкой ПОТ, а вот это А, которое у нас как бы кратко, ну, усечённое, это будет надстрочная А. Вопрос. В этом правиле есть какие-то исключения, или всё время, ну, сейчас, то есть всё время, когда у нас есть висарга, да, мы всё время читаем вот так вот. В зависимости от того, в какую область Индии вы попали. Где-то так, где-то не так. Белые, они читают без, а в Индии чаще повторяют. А, 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 а пример не с А, а с Е там или с И? Гуругу. Гуругу. А. Гуругу. 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 Гуруга. 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 Именно в именительном падеже единственного числа То есть ее много Висарги много, потому что единственного числа Именительного падежа тоже много Тем более в учебных текстах Понятно, так? Кроме висарги есть Носовой призвук анусфара И нозализация анонасика В чем разница между призвуком и анозализация? Ну, призвук это слабее То есть это Н, но слабее Итак, анусфара Анусфара Вместо того, чтобы писать гласную М Как в слове Марк В Индии пошли на хитрость И чтобы записать вместо Там Вместо там Чтобы не писать вот так длинно, долго Решили придумать надстрочный Надстрочный знак Диакритику некоторую И, значит, точка над стержнем Точка над стержнем Значит, это по произношению Такое же М Как и обычная Ма Только записанная Над стержнем А в транслитерации Значит Это будет точка над буквой М Или точка под В зависимости, какой школы вы придерживаетесь Можно под Можно над Там А Это Ма с палочкой Это Согласная Безгласная Да Это Ма с Да Прошу прощения До конца услышала Точка под М Что значит? Точка под М Означает ровно то же самое Что точка над М Она может стоять и там И там Это такие же разночтения Как С С Щ Французским и английским Манеры записи Значит Сейчас Я запишу А Леонид Прочитает Ага Я сейчас Прочитаю Это Пам Да В Индийских Изданиях Очень Много Анусвар Почему? Потому что Они Не любят Использовать Легатуры Легатуры Это Два И больше Согласных Идущих Подряд То есть Не согласная А согласная Согласная И согласная 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 На письме Это часто Достаточно Такая Сложная Знак А в Индийских Словолитниях Таких Часто Не было И они Решили Пойти Упрощение Везде Где Какая-нибудь Разновидность Н То есть Носового Они Пишут Анусвару Упрощают Понятно? Упрощение В словаре Апт Или Или В аюрведических Текстах Сплошь и Рядом Вместо Полноценной Честной Легатуры Записано Просто Анусвара Носвара Не надо Дойдем До примера Не надо Дойдем До примера Если висарга встречается в именительном падеже, то анусвара чаще в винительном падеже, во втором по частотности падеже в винительном падеже, того же единственного числа. Висарга в именительном, единственное число, а анусвара в винительном падеже. А у вас еще N с точкой сверху стоит в анусваре. Да, иногда бывает, в частности в словаре кочергиной, этот же звук может быть записан как N с точечкой над. И в словаре кочергиной делается разграничение. В том смысле, что это не равно N с точечкой под. Когда пишется N с точкой над, это имеется в виду этимологически исконный некоторый звук. А когда пишется M с точечкой над или под, это имеется в виду некоторое сливание, преобразование. То есть делается разграничение между исходными звуками и звуками, которые вторичны. Поэтому вы правильно подметили. Есть такое расхождение, в частности в словаре кочергиной. Которым, когда словарь выйдет, вам нужно будет обязательно им обзавестись. Это самый крупный из полноценных санскритско-русских словарей. Можно, например, уточнить? То есть если M это слияние каких-то смогов, то N это может быть как некоторое такое звучание? Звуком это никак не отличается. Это лишь хитрость на уровне транслитерации. Звучание не отличается. Вся транслитерация, Николай, это хитрость. Она мало имеет общего с произношением. Я понял, хорошо. Это просто условность. Кроме висарги и анусвары, есть полноценная нозализация. Но если анусвара, она шла после кратких гласных, гласные бывают краткие и бывают долгие, то анунасика, анунасика, встречается исключительно после долгих гласных. Тан-ван-дан. Вместо. Тан-ван-дан. Понятно? Да. То есть это просто долгая гласная. Ну, сама анунасика не долгая гласная. Она встречается после долгой гласной. А. Например, слог та. Чтобы его удлинить, добавляем дополнительный стержень. Над ним пишем половинку луны, в ней точку. Полумесяц, в ней точку. И читается это как та-ан. А, то есть это мы добавляем н после длинных гласных. Та-ан-н. А в данном случае ананасика, это мы пишем вот этот вот... Этот полумесяц и точку в ней. Тогда помните с точкой, а само написание, чтобы... Лигатура, та и на, она выглядит вот так, да? Нет, тут еще лигатуры нету, потому что тут нету двух... двух согласных подряд. А разве это не та и на вместе? Это носовой призвук. Это же не полноценное согласное, которое мы приписали. Понял. Понял, хорошо. А, ананасика звучит так же, как анусвар. Да, на самом деле, да. Она звучит так же, просто она более растягивается ввиду того, что предшествующая долгая гласная, она сама по себе долгая, понимаете? Она раскатистая, она из-за этого меняется и сама, сама, ну, нозализация, понимаете? Когда гласная краткая, тогда и призвук краткий. А когда долгая, получается непроизвольно и само качество n-ности меняется, понимаете? Одно дело там, а другое там. Там. Чувствуете резонанс во рту? Там. Резонанс. Дрожит немножко. Ну да. Соответственно, и на звук оно отличается. Слегка оно отличается. Оно встречается в ведийском языке, то есть, в частности, в ригведе. И в виде разных отрезков мантр может дойти до вас. Что такое мантры? Мантры – это нарезка из ригведы. Чаще всего. Да. Был гимн ригведы. Взяли строчку, сказали, повторяй тысячи, там, восемь раз, и наступит счастье. Это нарезка из ригведы. Сто восемь тысяч. Да. И ананасику, значит, будете встречать именно в мантрах. В текстах встречать не будете. Если не начнете изучать язык веды, наиболее древний санскрит. А там, на сколько вообще разница? Не настолько. Ну, скажем так, изучив санскрит и подучив небольшое количество различий, сможешь читать ведийский язык. Ну, то есть, не как между санскритом? Нет. Санскритом и современным хинди, да? Нет, не так. Потому что современный хинди, как и современный английский язык, это языки аналитического строя. А, эти синтетические. А, эти синтетические. Это большая разница. То есть, между русским и санскритом гораздо больше общего ввиду их сложной грамматики, чем между хинди... То есть, хинди и санскрит, это разница космос. Блин, хинди, аналитический язык. Вот, блин. Но он выродился. Он упростился до противности. А там, ну, понятно, что там, наверное, очень много родственных... Слов, лексика, конечно... Ну, лексики много санскритская, но беда хинди в том, что в нем еще гораздо больше сейчас англоязычных взаимствований, помимо перса и арабоязычных, уходящих в средние века. То есть, какая-нибудь газетная статья, это записанные в Девенагаре английские слова с редкими индийскими вкраплениями. Ужас. Зубы болят, когда читаешь. То есть, ты как бы читаешь английский, но записанный в Девенагаре... Девенагаре... Да. Итак, ананасика будет встречаться в отрезках из Вед. Четвертый, последний дополнительный знак это Вераама. Вераама означает отсутствие гласного в конце. То есть, мы помним, что любая графема, любой знак Девенагаре по умолчанию содержит в себе согласную плюс Леонид что? Буква. Краткую гласную А. Краткую гласную А. А если мы хотим сказать, что в данном случае гласной нет, мы должны добавить дополнительный знак. Называется он Вераама. В нижней части стержня отходит диагональная черточка. Чтобы увидеть ее, я ее слегка отстрою. Ну, как продолжение. Весь... То есть там нет разрыва. Я просто нарисовал, чтобы было видно, где подсоединяется. Разрыва нет. Это будет П. Это будет П. Но есть графические знаки, например, РА. И у них, если вы продолжите рисовать Верааму как продолжение стержня, посмотрите, что получится. Да, кстати. Видно? Какой ужас. Чтобы этот ужас избежать, в хороших шрифтах Вераам идет параллельно. Хвосту РА. Ааа. Ага. А для Казин еще может быть такое? Для многих на самом деле. Для ХА. Да, там же этот элемент... Везде, где нету стержня нормального. То есть, чтобы, допустим, образовать понятную нашему русскому языку согласное, ставим... Да, нужно добавить Верааму. То есть, буквально на следующем занятии мы сможем написать практически любое оскорбление на этом Новгороде. Для оскорбления нужны гласные. Поэтому рано оскорблять. Ну, я... Я и говорю, на следующем занятии. Нет, я боюсь, что не на следующем. Мы не будем на следующем. Мы будем, конечно. Ну... Но, 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 но не все же. Чтобы... И все это будет уже четвертое занятие. Оскорблений много. На самом деле, в Санкт-Петербурге очень мало ругательств. Если уж так брать. это вам придется терпеть. Итак, значит, я напишу, а Николай зачитает. что я написал? А сейчас что я написал? Джан. Джан. Джан, а Джан. А, Джан, да. Джан, да. Джан, да. Понятно, да? Да, да. Если вы открыли файл, а там куча VRAM, значит, у вас не отображается правильно лигатуры. То есть, внутри слова VRAM не должно быть. Неправильно отображается лигатуры, то есть, неправильно составлен текст? Ну, или текст составлен неправильно, и отображается неправильно. А, то есть, нельзя вот Джа приписать VRAM? Да, нельзя. Так нельзя. Джна. То есть, Джна, это уже лигатура. Джна, это уже лигатура. Если вы открыли текст, а там куча VRAM, это значит плохой текст или плохой редактор текста. Например, Adobe InDesign по умолчанию Devonagra не поддерживает. Это отображается в виде каши. И только включив дополнительные настройки можно увидеть Devonagra в правильном виде. Из-за этого в книгах по санскриту, в частности, в учебнике, псевдоучебнике Матвеева куча ошибок. Ну, в смысле ужасные. Идеально ужасные. А хуже не придумаешь. В каком смысле? Матвеева. Матвеева. Он якобы учебник, но это такой винегрет из всякой такой мистики. То есть там все начинается не так, как должно в учебнике. Но самая лучшая часть этой книги это словарь, но словарь это не его, а словарь моей учительницы Натальи Павловны Лихушиной. И он просто его сплагиарил, спиздил и взял себе. И это самая лучшая часть вот видите, вот видите, много ругательств. Вы ругательств. Ну, я не знаю, как иначе называть плагиат в таком наглом виде, когда книга переиздана уже три раза и тот, кто украл в русской санциклитологической среде всего 10 человек и сложно не понять, кто что у кого слямзил. Кстати, я был в Библиоглобусе недавно и там увидел за авторством того же гражданина учебник тибетского языка. Леонид, у него порядка 20 книг. Ну, вот, кстати, в тибетском языке он то ли услышал то, что надо поменьше такого отборного бреда и прописей каких-то странных для обведения маркером символов и больше это уже больше похоже на все равно поверьте мне, что тибетский что санциклитский не имеет отношения ни к тому, ни к другому. В тибетском там мама не горюет. Я спросил знакомого тибетолога он говорит плакать почти только там по другому поводу а здесь по другому. Ни тот, ни другой не имеет отношения к указанным языкам. если человек ошибается в алфавите о чем можно говорить? Вот вопрос по занятию. Я просто смотрел пару уроков с Насибаевым зовут Владислава и там у него есть по поводу по-моему висарги есть пример что висарга это ха повторение гласное оно используется не везде допустим а допустим там он приводит пример какого-то стиха висарга из рамаяны скорее всего он говорит что это вот висарга ну то есть там она в описании допустим встречается там допустим в конце каждого предложения но в конце полустейшее да но там читается не та же срочка ха по-моему то ли во второй или четвертой срочка вот вот такое дело в том что Владислав живет в Индии на постоянной основе и то что он передает возможно это некоторая местная традиция рецитации он достаточно аутентично говорит вообще он достаточно глубокий человек и хорошо владеет материал то что он говорит это предположительно некоторая местная традиция но не общепринятые правила чтения я вот я поэтому даже не спросил здесь какие-то встречения потому что у меня в памяти осталось да висарга она даже вы должны понимать что разница между тем что написано и как читают индусы это еще один уровень это не одно и то же они видят там то чего нету и не видят то что есть если уж так они ставят паузу там где вам не хотелось бы запись рикведы произношение рикведы это опять же между собой мало что чего общего имеет как в русском да то есть мы вот это аканье мы же не говорим молоко нет вот видите этого как раз там нету то есть в плане аканье там все честно вот как написано так читаешь но во время рецитации стихов есть ряд особенностей в виде паузы в виде произношения согласных которые мы записали как сананты то есть антакштха можно произнести их растягивая можно их разбить можно сказать я а можно сказать и а понятно если и а сказать то это похоже по звучанию на я но у нас получается выигрыш в виде двухгласных то есть удлиняется как бы слово понятно здесь разные хитрости когда произносят индусы поэтому то о чем говорит Владислав могу предположить что это связано с хитрости Владислав сам учился и учит согласно индийской системе мы а можно вопрос кто такой Владислав Николай тогда отвечайте уж сами дело в том что когда я только у меня появилось желание в интернете я стал стать в интернете единственное что я нашел более менее сносное или по крайней мере хоть как-то систематически выстроенное это как бы от как бы от нету нету он достаточно трезво отделяет одно одно от другого но просто дело в том что сам способ преподавания он индийский я считаю что это излишне грузит человека поначалу но у индийского подхода тоже есть сторонники в частности в Минске преподают по индийскому подходу но вот Владислав он сам живет в Арисе в штате в Индии Ариса и преподает согласно тому как местные его обучали Владислав очень добротный человек все что он делает он делает хорошо я считаю что индийский подход сложноват поначалу и в нем нет необходимости вот я могу сказать по окуту например что у меня вот я смотрел 2-3 урока мне приходилось пересматривать там по несколько раз потому что эти вещи были непонятны там в плане грамматики перепозначения а вот допустим сейчас я уже хоть что-то чтобы понимать у меня хотя бы вот я имею в виду вот урока сейчас у меня уже хоть что-то в голове хоть какое-то представление о том как это все читать потому что урок Владислава он там больше на ну как бы на слух там то есть ну то есть как и вся индийская традиция Николай она же устная она же устная она же не письменная а для наших нужд это язык письменный то есть мы работаем как филологи то есть люди работающие с древними текстами то есть письменными текстами ну то есть вот мне понравилось в видении червиной там сказано что курс построен исключительно для получения пассивного да читать читать ну собственно а все что касается активного это отдельная песня разговорный санскрит он не входит в этот курс вот такой у меня вопрос рассказывали что сборник не сборник а кодекс панини законы ну по панини это ну так сказать канон ну уж тогда уже если так свод 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 последнее правило это последнее правило это а а что это значит сейчас я вам скажу что значит а а вообще то значит а а а нет а краткая а а кратко а ну в немецком переводе я сейчас скажу что это такое есть 16 разновидностей а это правило об этом что а не всегда равно а а зависимости от погоды и дня недели а как это можно из двух гласных вынуть а надо читать комментарий этим двум глазным а потом читать комментарий к этому комментарию а пони не оставил комментарий то есть первую волну комментарий а оставил книгу которую можно комментировать а и видимо еще там какая-то устная традиция конечно и так значит в немецком переводе сказано что в грамматике а следует воспринимать как закрытое о то есть в санскрите глаз мы сейчас дадим до этого о она по умолчанию долгая о а э о а вот это а про которую речь в последнем правиле правиле панини она закрытая а вообще это важно знать потому что их бывает 16 разных видов этих а согласно индийской классификации нет панини это увлекатель но чтобы учить по панини нужно знать санскрит ну очевидно то есть такая некоторая проблема чтобы учить санскрит надо знать санскрит ну да русский тоже проще учился согласен панини это для продвинутых и для извращенцев одно из для увлеченных для увлеченных для увлеченных извращенных увлеченных именно индийским методом преподавания то есть заучиванием наизусть у них нет никаких таблиц наглядность все наизусть все по памяти ж жесток да непривычно домашнее задание понятно нет нет что еще нет выписываем все делаем второе занятие первое значит упражнение что написано Алексей как оно звучит напишите каждый графический знак несколько раз строго соблюдая правила написания а что это означает как вы это толкуете это значит пишем я потом ну я и много раз на строчке 16 раз получается в Деванагаре и так же каждый остальное да и так же каждый каждый знак и х получается два раза в смысле х потому что есть две разновидности написания а да да у меня такой вопрос а как тренить анусвару висаргу а пишите ее над например над каким-то а то есть над удвоенным а анусвару надо не удвоенным и напишите отдельно скажем смотрите я напишу на доске можно изобразить просто кусок палубной линии и над ней точка например вот у нас клетка вот клетка например в верхней части клетки пишем эту палубную линию и над ней например точка это у нас типа анусвара а аннунасика это такая же линия полумесяц а в ней точка можно так можно и так и так понятно нет ну их мы тоже написали да конечно мы же проходили проходили не забыли еще не забыли пока нет ну и скан разумеется но не будете же вы выдержать страницу и присылать мне попозже ну тут ограничимся сканом потому что там же еще обратно ну да где-то месяца два уйдет на это задание да два дня при желании ну это ддхл дорого будет 1700 в одну сторону обратно это проще проще не учить да вопрос все таки по натваре хочу уточнить вот допустим в примере штам да это мы здесь сказано просто это носовой призвук да а вы давали в примере что это сокращение допустим та и ма сферамы ну было ну я показал лишь что на письме можно было бы записать как та и м сферамы да как бы усеченная м да а в практике будет встречаться именно анусвара никто и м в конце не усекает ну редко усекает в смысле м достаточно мало законная м которая останется как м усеченной мало редко но но это идентичные вещи по произношению да а почему нет почему нет но более глубоком уровне несколько разные вещи призвук и звук ну да если сказано ну там скобочек м с точки внизу или н с точки вверху это имеется ввиду как можно получить нет это я же говорю это хитрость именно транслитер транслитерационная ну оно частность отличается конечно да я не я не уверен что вы услышите разницу но если вы послушаете рецитацию ригведы вы возможно поймете в чем дело там или там ну разные вещи немножко разные там 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 ну есть и с еще есть правила это либо возникает после гласного или после гласного в конце слова то�� которое начинается согласно кроме ряда Ну, то есть, грубо говоря, если следующее слово будет начинаться на «ма» или на «на», то не получится у нас со мной с вами. Гласные губного ряда, это какие, Николай? Отлично, да. Это какие? Гласные губного ряда, Николай, какие? Губного? Так, ну, у вас есть таблица. Я выслал вам классификация звуков согласно Миллеру, согласно Кнауэру, согласно... Чему я только вам не всылал. Это губного, это «пап», «пап». Да, а сегодня какие губные мы пришли? Сегодня мы пришли. Это губные, поэтому, когда в тексте написано «губные», вы сразу себе должны представлять вот эти перечисленные звуки. Поэтому и мы рисовали квадрат. Я ещё буду у вас его проверять. Я понял. Я просто не очень понял, что я прочитал вот, что после гласных, в конце слова, перед словом, который начинается, как гласный, кроме губного. А, да, 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 там есть такое, я тоже долго вчитывался. То есть у нас первая часть правила, что она возникает либо после гласных и зэн, это то, что мы разобрали, да? Или вот вторая часть правила, то есть... Или после гласных, в конце слова, перед словом, начинающий с согласных, кроме согласных... Следующее слово, например, начинается с другой согласной, кроме «ва», например, с «ра». Следующее слово... Следующее слово... Например, согласно? Просто если можно... Фанс, можете просто привести один пример для второй части правила, и всё, я думаю, что будет всё понятно. Ну, в смысле, нельзя использовать анусвару, если следующее слово начинается с «ра», допустим? Нет, как раз «можно», а нельзя, если бы начиналось, например, с «ма». Сейчас я подумал... Да, потому что... Кроме согласных губного ряда... Просто на примере будет проще понятно, потому что я вот сейчас... Да. Господи, это только... Второй урок... А уже мост закипает, да? Ну, так, начинаем. Судя по этому правилу... А, вот. Угу. Есть приставка «сам». А есть... Слово «бхава» от глагольного корня «бху». Что означает «бху»? Ну, видимо. Быть. Бху быть. А «бхава» значит «сущее», то, что есть. Добавили префикс «сам», получилось «сам-бхава». Но на самом деле это два отдельных слова на... Еще в ведийском языке это два отдельных слова. А «б» — это губной язык? Ну... А сами можете ответить на свой вопрос? Не, я просто знаю, что «бх» — это губной ряд. А у нас же как раз в правиле написано, что кроме губного... Ну, сейчас я, значит, «сам-бхава». Значит, это будет у нас пример того... Так... Ну, например, например... Мне просто надо ограничиваться теми словами, которые у вас уже есть. Сейчас постараюсь. Я вот именно думал, что будет пример вот именно как раз, чтобы... Мне губной ряд. Хорошо. Понять... Ну... Ну вот, ушла «сам-бхава». М? 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 Ну, хоть так. Вот они идут подряд. Да. Их нельзя будет слить, получается. В Деванагре есть извечное желание записать слова слитно. Да. А здесь невозможно будет записать слитно? Да. То есть начало второго слова у нас не губной. Да. А, то есть... Получается, мы в первом слове не используем твераму. Да. А ставим амусвару. И мы её можем поставить, потому что у нас второе слово не губной ряд. Да. Да? А если было бы губной, то мы ставим тогда вераму. А если был бы губной, мы бы их записали, скорее всего, слитно. Ага. Ага. Вераму внутри слова мы всё равно не ставим. Ну, это и действительно только ничего не ставим. А, и... Ну, смотрите. В конце слова внутри текста вераму тоже не ставим. Всё равно она будет во что-то сливаться с чем-то. Понимаете? Верама, на самом деле, достаточно редкая. Она в конце может встречаться, а внутри нет. Внутри она встречается только в плохих шрифтах. Я понял. Хорошо. Вот просто... То есть... У нас используется амусвара только для согласных, ну, где... У нас буква М, да? Да. В данном случае. То есть... Понятно. Я понял. Просто... В учебнике не очень корректно написано. Потому что... Написано... Я согласен. После гласных из М, да? Это первая часть. А вторая часть... Или после гласных... Я согласен. Как бы получается по логике, что... Как будто бы можно ещё что-то... Кроме М, понимаете? Я согласен. Я вот... Вот именно вы по этому не поняли. То есть мы это используем только если написать М. М... Там Ма или там... Такой, да? Я надеюсь, что я вас понимаю. Да. Хорошо. Значит, помимо этого задания, я вам дам клетки для заполнения. И вы мне покажете, как вы запомнили согласные спарши. Вы уже помните, кто под кем находится? Кто сосед кому? Из согласных? Ну... Не идеально. Придётся отточить до идеального состояния. А в чём будет задание? Я вышлю вам бумажку. Вы заполните, отсканируете и пришлёте. Помимо... Помимо упражнения Кочергина будет дополнительное задание. Ясно. Хорошо. Что? Что тогда? До субботы? А, суббота в шесть. Ну, давайте ориентироваться. Решим ещё. Решим ещё. Ещё решим. Но давайте на субботу утро ориентироваться. На утро. Окей. Я скажу с радостью. Ну, я просто повторюсь. У меня в субботу посадились. Я уезжаю. Мы успеем до, Николай. Хорошо. А можно вопрос по Кочергиной быстро четвёртое задание? Почитать? Напиши... А, не-не-не. Напишите письмом Диванагаре глаголы и подберите образованные формы или слова, встречающиеся в сделанных упражнениях. Так. Это какие? А, надо существительные какие-то подобрать? Или... Что значит «подберите образованные формы»? А, вижу, четвёртый этап. Ну... Чергина. Ну вот, например, от глагола «катх» какие слова образованы? Рассказчик. Ну, так вы всё сами знаете. Чё, чё... А... Всё, всё. Не, ну, значит, помучать-то с утра. Так не в... не в семь часов утра же. Мучить можно в рабочее нормальное время. Мы занимаемся в ненормальное время. Ненормальным занятием. Ну, у нас и мучение ненормальное. У вас там... У вас там... Случайно в семь часов нету группы сегодня? Нет. Сегодня нет. По четвергам нет. Я не маньяк. А вот в субботу... Три подряд. Это... Ну... Слава Богу, желающих изучать Деванагра я не так много. Ну почему? Это же было бы хорошо, если много... Тогда я бы не делал книги. А успевал бы только объяснять, чем отличается я от ТХА. А так я напишу книгу про Деванагра. И мне не придётся каждому объяснять, чем отличается я от ТХА. Ой, есть сомнения. Я боюсь, что да. Потому что... Можно здесь ещё обучить большое количество людей, и они потом могут тоже кого-нибудь обучать. Да, да. МЛМ только построим каждый день. По десять процентов наверх будет кидать. Ну как, мозг ещё не ломается от Деванагри? Блин, это же до субботы надо всё проделать. Это, блин, надо сидеть больше часа в день. Да... Ну, с утра можно как раз. Да. Вообще, честно говоря, зоны много для... Да, я согласен. Меньше, даже полтора дня, фактически. Согласен. Ну, да, то есть, как бы... А, кстати. Самое интересное, так всё-таки, что означает в конце первого занятия вот это предложение? Я не понял. Перевод. Полный перевод. Я подумал, что это какая-то загадка или вопрос. А, ничего не означает. Всё-таки я собманул. А-а-а... А я... А я пытался понять смысл. Ну, какая-то там загадка, там... Который путь, там... Человек-слон... Что-то такое. О чём речь? Он пытался из раздружненных слов собрать общий смысл. А-а-а... Ну, потому что... А-а-а... То есть это, да... Кусок регресса, да? Да-да-да-да. Ну, автор был пьян. Сомой. Сомой. Естественно. Больше ж нечем было. Всё. Я хочу от вас уже избавиться и отправить вас в добрый путь, чтобы в субботу вас продолжить мучить. Времени мало. Мало. Ну... Более, чем достаточно. Когда Петров в 1860 году изучал санскрит, он тратил 14 часов в день. А тогда не было интернета просто, нечем было заняться. Так и вам нечем заняться, подожди, Леонид, а разве вам есть чем заняться, кроме санскрита? Хорошо бы, если бы нечем было. Конечно же нет. То есть на работу я хожу только ради того, чтобы у меня была возможность заниматься санскритом. Именно, чтобы был стол, на полу неудобно. Да, да, да. Нас тоже нужны деньги. Лучше на работе. И работа — единственное место, где дети и жена не мешают заниматься санскритом. Я их предусмотрительно пока не завел. Вот именно, чтобы нормально заниматься санскритом. А Алексей поторопился, и получилось как бы вот... Ну как... Неудобство. Все надо делать в определенной последовательности. А Алексей эту последовательность нарушил. Нарушил, да. Зато у меня работа свободная. Свободная в каком смысле? Ну, график. А. А, кстати, а как нас с Марином... Ну, я посмотрю сейчас, когда она проснется и поймёт, что она проспала, я подумаю, что с ней делать. Во-первых, я выложу ту запись, все записи, они записаны и... На Яндекс.Диске валяются, и я их залил в них. Да. Да, на Ютьюбе. Вот. Но это ей вряд ли чем мало чем поможет, поэтому я посмотрю, как ей помочь. Когда она проснётся. Она ещё не знает, что она пропустила. Она ещё видит... А мы уже видим страшность. Да-да-да. Ну, Деванагри... Кто-то учит Деванагри два года. То есть это даже ещё не санскрит. Это предсанскрит, да. А всего Деванагри, ну вот, за два месяца, я считаю, можно вполне сносно владеть. Ну и потом мы же будем его использовать всё равно же. Постоянно писать. На стенах. Куда он не денется. На стенах. Да, у меня досочка есть. Я пишу. Ура. Ура. Алексей вообще устроился хорошо. Он устроился... Он уже... Ну как... Он обратился в хорошее место. Ничего не могу сказать. Значит, но он живёт в Подмосковье, поэтому у него такой, собственно... Вариант. Всё. До свидания. Жду домашнее задание. О, Марин, Марин. О, сейчас дождемся. Она пишет в скайп. Пишет в скайп. Пишет в скайп. Пишет в скайп. А Макс, и всё. Можно будет высылать вот в этот раз скан именно нашего урока? Высылайте всё, что есть, Николай. То есть скан вот наших вот сейчас текутей записи, которые были, и ещё урок, да? И ещё плюс, что вы сейчас... Николай, высылайте всё, что есть. Я всё просмотрю. Если будет совсем плохо, я скажу. Если сносно, я промолчу. Но высылайте всё. Какая трудная градация. То есть непонятно, насколько сносно. Для сельской, индийской местности сойдёт, тогда я молчу. Уже радуем. Ну да, связи. До свидания. Да, Марина просыпалась.